Я сейчас вам расскажу про женский разум. Это тайное знание, мужики, все надо закнуть уши. Тайное знание. Женский разум, слушайте. Есть глупые женщины, есть разумные. Глупые женщины требуют равноправия. И в результате они страдают постоянно в отношениях, потому что мужчина не раскрывается в таких отношениях, где равноправие. Потому что женщина психически сильнее, и никакого равноправия здесь нет. Если женщина диктует свои права, мужчина не может с этой силой совладать. Женщина психически сильнее мужчины. Приведу пример, допустим. Вы обиделись на мужа. Ваша обида проходит за несколько дней. Его обида проходит за один час. Вы считаете, кто сильнее? Вы. Ему приходится перед вами прыгать, лазить, просить прощения всегда, а вы будете наглеть. Почему? Потому что ваша психика сильнее, а вы прощаете за несколько дней. Он не может так долго ждать. Он уже простил давно. Понимаете, у женщины психика более мощная с точки зрения отношений. Бог так сделал. Допустим, вы помните все его недостатки постоянно, всю жизнь. Он ваши недостатки всегда забывает. Он на какой-то один недостаток вам указал. Вы достаете пулемет своей памяти и начинаете. Тра-та-та-та-та-та, у тебя такие, 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 такие. И он, а-а-а, все. И он не может уже ничего сказать, потому что вы его победили памятью о его недостатках. У мужчин нет памяти о недостатках женщины. Он смотрит на нее и все забывает. Но если женщина мудрая, она все это знает, понимает все это, законы. И она знает, что она все равно победительница в отношениях с мужчиной. Все, что ей в жизни нужно, она от мужчины получает по-любому. Мужчина в отношениях с женщиной ничего не получает по-любому. Ничего. Женщина все получает от него. И поэтому она дает единственное, что ему надо. Ему только одно надо. Чтоб вы ему сказали, да, мой дорогой, все будет так, как ты хочешь. Хотя вы знаете точно, что будет так, как вы хотите. Вы ему должны об этом сказать. И ему это достаточно. А потом, допустим, он, допустим, вам говорит, все, в этом месяце на одежду не тратим деньги, надо копить. Вы говорите, да, мой хороший, согласна, надо копить. Все. Он расслабился, все. Ему хорошо, что жена совсем согласна. Вы подходите к нему и говорите, слушай, носочки надо купить. Давай купим носочки. Он говорит, ну ладно, в качестве исключения. И потом месяц заканчивается, посмотрите, вы покупали столько же покупок, сделали, сколько и в прошлом. Но только вы их делали без скандала, понимаете, без напряжения, потому что вы просто смиренно подходили. Говорили, надо очень сильно. Он говорит, конечно, без проблем. Почему? Потому что мужчина, когда чувствует, что женщина ему подчинена, от нее исходит энергия любви, он для нее что хочешь готов сделать вообще. Мужчина по природе очень щедрый. По природе мужчина очень щедрый. Он хочет себя жертвовать трудом и отдавать деньги. Это для него самопожертвование. Это для него нормальная жизнь. Мужчина жертвует свои деньги женщине. Женщина жертвует мужчине свою заботу. Женщина заботливая по природе. Ей заботится вообще ерунда, без проблем. А мужчине отдавать подарки, дарить без проблем. Мужская забота очень тяжелая. Мужчине заботиться тяжело, приготовить еду, помыть полы, ему очень тяжело. Его забота очень тяжелая. А у женщины деньги тяжелые. Мужчин, не дай бог вам на деньги жены жить. Знаете, проклятие, проклинаю. Пусть этот человек живет на деньги жены. Все это проклятие самое тяжелое. Почему? Потому что деньги жены горячие. Она никогда не забудет, что ты их на себя потратил. Она будет всю жизнь помнить. Она тебе ее деньги, которые ты на себя потратил, вспомнит всегда. Потому что она для себя зарабатывает, женщина, больше ни для кого. Она не может для мужа зарабатывать. А когда муж зарабатывает, женщина эти деньги своими уже заранее считает. И мужчина про них забывает сразу же, как только отдал жене. Мужские деньги легкие, мужская забота легкая. Женская забота легкая, мужские деньги легкие. Но есть одно правило. Тот, кто сильнее, должен быть слабее. Если мужчина благородный, он никогда не будет указывать на слабый характер женщины. Женщина капризничает, он принимает. Он знает, что она слабая. И поэтому она капризничает, он не обращает внимания, потому что он мужчина настоящий. Точно так же женщина должна знать, что если принимается решение в семье, никогда женщина не должна быть против мужчины. Потому что она ранит его в самое сердце в этом случае. Он сказал, что вот так будет. Надо согласиться всегда. Знайте, что все равно все будет по-вашему. Я вам обещаю. Просто согласитесь, и все будет хорошо. Это признак разума. Только разумные женщины так делают. А глупые всегда сопротивляются. И поэтому всегда мучаются. Потому что мужчина, он может быть или, ну как бы, ласковым медведем, или петухом. Или он воюет, или лежит на печке. Понимаете, у него два варианта. Если вы из него петуха делаете, то есть, понимаете, с петухом разговор короткий. Он может только кукарекать и сражаться, и все. У него нет другого вообще опции другой жить. Если вы его петушите, он будет вас бить, мучить, сражаться. И сам даже не будет понимать, как он руку нанес. Потому что вы его петушите, вы не соглашаетесь с ним. Значит, он становится петухом, понимаете. Он начинает прыгать на вас, кидаться. Он просто хочет только одного, чтобы вы согласились. Больше он ничего не хочет вообще. Потому что если вы не соглашаетесь, его жизнь разрушается. Он должен женщину контролировать ее жизнь. Если он чувствует, что она бесконтрольная, она разрушает свою жизнь. Он разрушает свою жизнь тоже. Потому что он отвечает за женщину. Она отдает ему свою судьбу. Он за ее судьбе в распоряжении. Поэтому он должен быть уверенным, что все будет хорошо с ней. Поэтому он принимает решение. Вы согласитесь. И он успокоится. И потом все будет по-вашему. Как сделать, чтобы было по-нашему? Сейчас объясню. Я привяжу такой пример. Допустим, вы хотите платье, да? Ну, хотите. Женщина, когда чего-то хочет, она не может это отменить. Знаете об этом, нет? Вот мужчина может отменить. Допустим, он хочет пожрать. Жрать хочет. Пришел, жрать хочет. Жена говорит, жратва не готова. Он ходит, ходит. И все. Раз, отменил. Уже не хочет жрать. Но женщина отменить не может. Ее желание в шесть раз сильнее. Мужчины должны это знать. Женщина отменить не может свое желание. Она вроде бы отменила, оно опять лезет наружу. И опять лезет наружу. И она садится и плачет просто. Она обещала мужу, что в этом месяце платье просить не будет. Садится, плачет просто. Он подходит к ней, что плачем? Она говорит, не скажу. Чего плачем? Я дура. Почему дура? Не скажу. Скажи, пожалуйста. Скажи, я все пойму. Скажи, пожалуйста. Почему плачем? Почему дура? Потому что я хочу платье. Слезы направлены на себя, размягчают сердце мужа. Не на него, а на себя. И он дурак, что платье не покупает. А я дура, что хочу. Все. У него сердце тает. Допустим, он сказал, да, дура, нельзя платье хотеть. И пошел. Может быть такой. Это крайний вариант. Жестокий вариант такой. Все равно у него в сердце нежелание покупать платье стало на 50% меньше. Он уже растаял. Слезы женские направлены на себя. Разрушают все препятствия в сердце мужа. Все до одного. Второй в ваш раз заплачете. Он даже подходить не будет. Платье принесет. Теперь поднимите руку мужчины, которые считают, что это не так. То, что я сказал. Кто из вас не купит платье, если женщина плачет, не вас критикует, а себя. Кто из вас не купит платье? Кто не пойдет и не купит ей, чтобы она была счастлива? Если она смиренна. Видите, ни один мужчина не поднял руку. Значит, все купят. А? Боятся, да? Хорошо. Поднимите руку мужчины, которые купят платье. Купят в этом случае. Вот, пожалуйста. Все подняли руки. Никто не боится. Что вы их, мужчин, порочите? Мужчины щедрые по природе. Женщины, вы просто не знаете. Вот в этом вся проблема. Женщины не знают мужчин, мужчины женщин не знают. Мужчины щедрые. Что тебе подарить, человек мой дорогой? Как судьбу блага дарить, что свела меня с тобой? Я тебе подарю, может, эту зарю. У меня для тебя невозможного нет. Это мужская психика, понимаете? У каждого мужчины такой характер. Он готов ради жены даже свою жизнь отдать. Вы об этом не знали? Мужчины идут, воюют, отдают жизнь ради жены и детей. Отдают свою жизнь даже женщины. Ля-ля-ля-ля-ля. Не поднимаю кроки. Не оскорбляйте мужское начало. Спасибо. Спасибо. Спасибо.